дорогие друзья из города калуги дело было уже к вечеру мы решили не оставаться ночевать в большом городе отправились дальше по нашему маршруту и следующим пунктом 8 у нас был монастырь часть 8 монастырь тихонова пустынь это буквально 20 километров от города калуги и в принципе это не основная наша была цель а это скажем так транзитный пункт то есть кто знает маршрута мы едем в сторону полотняного завода и арт-парка никола лилиец а это прям по дороге прям по пути и принципе если ехать в москву тоже в общем то можно заехать в этот монастырь 20 минут дороги такой красивого великолепное шоссе и вы в монастыре монастырь находится в селе льва толстого меня очень заинтересовал этот факт я подумала каким образом это село связано с великим русским писателем львом толстым поискал в интернете посидел порыскал вы знаете друзья никаким просто в 1918 году местная власть местные крестьяне и рабочие собрались понравился им этот писатель лев толстой они сказали а давайте наше село будет а село называлась по моему тихонова слобода потому что монастырь тихонова пустынь ну а ты даже боролись с религией и решили не надо нам тихонова слободу будем наше село будет называться льва толстого проголосовали подняли руки проголосовали и обнулили старое название и стали они селом льва толстого вот так вот то есть лев толстой тут никогда не был я думаю что она наверное и знать не знал о том что есть такое село вот приехали вот и вот это вот село красивая такая деревушкой и подъезжаем к самому монастырю адрес gps я вам указываю кстати здесь у нас была мысль и переночевать потому что уже совсем вечером уже точно не вижу надо как-то приблизить посмотреть то ли 7 то ли 8 вечера было то есть как раз уже служба заканчивалась монастыре ну это да мы сейчас об этом скажем вот этот монастырь слева и ну то есть все уже солнышко шло к закату и мы посмотрели хорошие довольно таки парковка здесь вполне можно переночевать с автодома адрес gps указал вот так выглядит монастырь сто лет назад в этом монастыре было 250 монахов представляете это был очень большой монастырь здесь было семь храмов к сожалению все было в советские времена разрушено во времена великой отечественной войны было все разрушено мы еле еле упросили охрану монастыря пустить нас потому что мы когда захар заходили все это колокольный звон служба завершилась и мы под честное слово нас охранник запустил говорит мы искали пять минут пять минут он нам поверил спасибо ему большое мы прям вот успели зайти в собор преображения господня службы уже не было вот как видите уже священники расходятся прям на две-три минутки мы зашли в собор чтобы показать вам его красоту ну не хватило на минут 10-15 мы очень хотели здесь побывать на вечерной службы поэтому наша задача вас заинтересовать наша задача вам показать маршрут что можно посмотреть не только в городе калуги но и ближайшей окрестности поэтому сюда вы можете заехать по дороге из москвы в калугу или на обратной дороге к это поедете домой не уходите далеко наше путешествие продолжается а мы решили переночевать полотняном заводе на контрасте они Субтитры создавал DimaTorzok